Мы можем, что называется, двигаться по индукции. То есть, предположив, что у нас уже есть формула целая часть n квадрата или 4 для некоторого n, мы с вами можем взять и перейти от n к следующему числу. Ну, только вот что, давайте я сначала побалуюсь в некотором смысле просто так. Есть задача на эту тему о том, что если у вас в графе количество ребер это g от n плюс 1, то у вас не просто треугольник возникает, а сразу возникает несколько треугольников. Поняли, на что это векам? Смотрите, вот у вас есть двухдольный граф. Проводите ребро, у вас возникнет один треугольник, а сколько? Целая часть пополам, правильно? Так вот, на самом деле, такой факт, верю, что когда у вас количество ребер больше, чем n квадрата или 4, то у вас возникает на самом деле не обязательно один треугольник, ну, вернее, один треугольник обязательно, но возникает сразу целая часть этого пола в треугольник. Я помню автора этой задачи, Гашков Сергей Борисович, в задаче квадрата можете потом посмотреть, кому интересно, и прочитать решение. Я сейчас докажу вот это равенство следующей индукции от n к n плюс ой. Вот, смотрите, база индукции это единица и двойка, не проблема, правда? Поэтому, ну, действительно, здесь все хорошо. Поэтому, если я проверю базу для единицы и двойки и сделаю индукционный переход от n к n к 2, ну, тогда все будет совершенно замечательно. Давайте посмотрим, как можно рассуждать, если считать, что для n мы задачу уже решили, а хотим решить ее для числа n плюс 2. Ну, господа, вот у нас есть граф на n плюс 2 решение. Если он не был, ну, нет, вообще ли он? Ну, и слава богу, 0 и, так сказать, их мало, меньше, чем. Ведь мы же на самом деле хотим доказать неравенство, что количество ребер не больше, чем n плюс 2 в квадрате разделить на 4, да? Потому что неравенство в обратную сторону при помощи конкретного примера двудольного графа мы уже знаем. Так вот, если нам дали граф на n плюс 2 решение, если у него есть какой-нибудь ребром, мы вполне можем его рассмотреть. Вот оно, ребро АВ. Отлично. Давайте подумаем, как могут выглядеть, в принципе, ребра на графе. Ну, во-первых, есть ребра, которые на n вершин. Там, где нет ни точки А, ни точки В, просто вот это отдельное ребро. Таких ребер, их, очевидно, не больше, чем g от n штук. Отлично. Плюс. В принципе, есть ребро АВ. Замечательно. А что еще? Какие еще ребра, в которых есть вершина А и вершина В, у нас вообще возможно. Господа, очень простая вещь. Из вершины В выходят какие-то отрески. Из вершины А выходят какие-то отрески. Могут они? Не могут, потому что треугольник нет. Значит, количество отресков, выходящих из А, плюс количество отресков, выходящих из В, не превосходит чего? Чего не превосходит? n вообще. Разве нет? Да. Очевидно, не превосходит, да? Да. Вот. Ну, а теперь давайте думать. Мы по предположению индукции, ой, правда, здесь был не n плюс 2, что-то я глупости пишу. Это мне нужно доказать, что g от n плюс 2 не больше. А предположение индукции, что g от n в меня не больше, чем n квадрат 9 до 4. Да, вот что-то здесь описано было. Итак, не больше чего, чем n квадрат 9 до 4, плюс 1 плюс n. А это вообще-то n квадрат плюс 4, n плюс 4 делить на 4. А это у нас n плюс 2 в квадрате разделить на 4. Что и требовалось доказать. Вот вам пример, как индукция работает от n к n плюс 2. Мы предположили, что для n у нас формула была, то есть g от n не превосходила, n квадрат 9 до 4. И легко перешли не от n к n плюс 1, а перешли от n к числу n плюс 2. Идею поняли? Готово. Продолжение следует... Продолжение следует...